Свет Жизни 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 или учеников Иисуса Христа первых столетий и, возможно, последующих столетий истории христианской церкви, решение возлюбить Христа. Действительно, когда читаешь вот эти благословенные исторические факты, когда пытаешься хотя бы духом, душой проникнуть в те времена и в состояние людей, то осознаешь, что принятие благой вести, следование за Христом, цена спасения души была очень высока. Название этой цены – жизнь человека. Я часто повторяю эту фразу в своих проповедях о том, что нужно было ломать все устои культуры, устройства жизненного, всего окружения, которое есть, общения, для того, чтобы подчинить Священному Писанию, Слову Божьему и пути спасения. Сегодня, как мы уже убеждаемся, есть другая тенденция направления – ломать то, что написано в Слове Божьем, искажать, повреждать, воровать страницы, в переносном, конечно, смысле, чтобы применить, подчинить под современные условия и обстановку. Но Евангелие – оно древнее, и оно вечное, и оно неизменное, и все будет меняться. Мир будет приобретать новые формы, но Слово Божье остается вовек неизменным. И вот нам нужно это понять, что в этом и заключается сила, что не новшества, не какие-то приспособления, не современные одежды, а именно вот та древняя глубочайшая суть Евангелия, которая и только такая именно форма, суть, она имеет силу, потому что это истина. А возвращаясь к истории, действительно, люди отдавали свою жизнь, как мне удалось вычитать, увидеть, узнать, отдавали свою жизнь в различных ситуациях, по-разному это происходило. Кто-то буквально, не желая отречься от Христа, как, допустим, сенаторы в городе Трир, которые могли просто лишь, взяв кусочек ладана, пройти мимо статуи императора и положить незаметно и остаться в живых, из своих детей сохранить и свои семьи. А это люди богатые были, сенаторы, успешные, знаменитые, но обратившиеся искренне к Богу. В общем-то, позволялось им верить и во Христа, при устройстве Рима конституционно разрешалось иметь множество богов, и суть была не в том, что они христиане, а суть была именно в том, что они нарушают порядок империи, говоря, что нет иного Бога. Так вот, не пальцем, наверное, очень легко принять, влюбиться в божество, которое им было предложено, не ставя его единым Господом, не подчиняя ему всю жизнь, не уничтожая все дело поклонения, но продолжая кодить и другим богам, вот что было предложено в древности. Но эти люди исповедовали, что нет другого бога, кроме Христа, распятого и воскресшего, и отдавали свою жизнь, и таких было немало. Поражает решимость, с которой это все было совершено, и не зря древние говорили, что святым человека делает решимость. Так вот, принять Евангелие – это действительно была большая жертва для людей, потому что слова апостола Павла «без святости никто не увидит Господа» в древние времена воспринимались всерьез, как написано. Мы любим цитировать, но когда касается нас, мы как-то пытаемся интерпретировать иначе. Ну, это имеется в виду о том, о другом, нет, то, что написано, то имеется в виду, и вот именно жажда святости, она и была тем, можно сказать, мотивом и тем действием осуществления ожидаемого, то есть по вере, которое давало этим людям возрастать. И грех люди понимали не так, как сегодня. Они понимали, что грех – ты вне предела церкви. Проще говоря, даже такое слово возникло, что в церкви нет греха, а грех – он вне церкви, вне пути, потому что не зря одно из толкований греха – промахнуться мимо цели, то есть выбрать другой путь бытия. И как бы человек внешне не находился бы в церкви, но в грехе он вне церкви, он, это так понимали древние, я еще раз подчеркиваю, это говорит история церкви, некоторые сочинения христианских авторов и просто определенные письма или, как говорят, предания, которые открывают нам такую картину, как люди сражались с грехом. И если они ощущали, если они впадали в это, то вернуться для них – это было вопросом жизни. Поэтому грех был крайне грешен, то есть человек осознавал погибель греха и погибельность своего состояния. И вот такому человеку Спаситель был Господом и Господь Спасителем, он в нем нуждался. Стремясь тщательно жить по Слову Божьему, люди обнаруживали свои немощи. Но это было к чему обнаружение? Открыв свои немощи, в немощи в том, что по Слову Божьему оказывается трудно жить, мотивация не та. Очень сложно очистить душу от грязи. Одежду можно почистить, лицо умыть, освежить. А душу как очистишь сам? Никак не очистишь. И когда человек вставал, понимая, что спасение души возможно только при жизни по евангельским заповедям, это и есть путь. То есть, не живя по заповедям, нет альтернативы. Мы вот должны это подчеркнуть и понять, что спасение и критерии спасения, и в вере ли мы вообще, живем ли мы согласно Его Слову, кто в нем должен поступать, как он. Хотя сегодня есть другие понимания. Вот я спасен, а по Слову не живу – это для других, это для стремящихся к совершенству. А я, ну что ж, я скромный, я к совершенству не стремлюсь. Но стремление к совершенству – это и есть залог и осуществление спасения. Если мы на этом пути не имеем стремления, то мы не на пути. Так вот, люди, которые попадали в греховные искушения и даже если падали, то для них состояние в грехе было состоянием погибели. Они не обманывались, они не думали, что грех их лишает каких-то земных благословений. Вот покушать хорошо, зарплату, чтобы повысили, вот буду грешить, накажет или не накажет Бог. Вот в чем, как бы, суть сегодняшнего понимания. И поэтому человек думает, как ему согрешить, больше или меньше, или насколько это грешно, и все вопросы в этом. А будет ли Бог за это наказывать? А как он на это посмотрит? Но они понимали, что это уже изменение пути, ты в другой жизни находишься, то есть вне жизни. Так вот, такое покаяние было у людей, такая сила осознания греха и сокрушения, что он не мог быть убежден словами какого-либо проповедника, что вот у тебя все хорошо, ты только скажи молитву грешника. Он должен был иметь глубочайшее свидетельство внутри своего духа и свидетельство также и внешних людей о его жизни. Которое трезвило его, давало ему правильное, скажем, понимание своего положения. И, соответственно, те, кто понимали, что не в состоянии себя очистить от греховной грязи, обращались к Спасителю, ко Христу, который давал нам и дает, и им давал, и нам ощутить, почувствовать, принять очищение, освобождение, отвлечение к греху. И вот в этом очень большая разница. Поэтому в церкови всегда были люди, которые нуждались во враче, нездоровые, а больные, но которые исцеляли силу Христа. Слава ему за это. Брат Игорь, истинному библейскому Евангелию апостол Павел противопоставляет иное благовестие или другое Евангелие, фальшивое, ложное. По моему мнению, фальшивое, ложное представление Евангелия говорит человеку о достижении той же цели, но часто другим путем. Мы можем вспомнить слова Христа, говорящего о узких вратах и широких, о узком пути и широком. Я думаю, что мы уже затронули этот вопрос, когда говорили о прощении грехов без истинного покаяния, без сожаления об этом, когда людей убеждали о том, что они спасены, и их имя записано в книгу жизни вечной, как я часто слышал это, без истинного покаяния, исповедания греха, отречения от него, и без свидетельства, подтвержденного делами и жизнью человека, что это покаяние произошло в его душе. Но ложное Евангелие также делает акценты на других обещаниях. И сегодня очень популярна является идея, что Бог предлагает замечательный, или, как говорят, прекрасный план для жизни человека. Есть даже такая брошюра, она называется «Четыре духовных закона». Начинается она с таких слов «Бог любит тебя и имеет замечательный план для твоей жизни». По исследованиям различных историков на протяжении истории христианской церкви от первого столетия до сегодняшнего дня приблизительно 40 миллионов христиан, людей, которые исповедовали имя Христа, погибли смертью мучеников. Прямо сейчас, когда мы ведем нашу беседу в этой радиопередаче, тысячи, десятки и, возможно, сотни тысяч наших братьев и сестер проходят ужасные гонения и притеснения только за то, что они отождествляют себя со Христом, как его ученики. Мы можем вспомнить и Северную Корею, и страны, где исповедуют мусульманство, Северная Африка, Азия, Ближний Восток. Брат Игорь, по вашему мнению, чудесный Божий план на этой земле является ли это обещанием Господа нашего Иисуса Христа? Ответ записан в послании апостола Павла. Я думаю, что это послание Коринфянам, 15-я голова. Если бы мы только в этой жизни надеялись на Христа, то были бы несчастнее всех людей. Истина в том, что план, хотя он, конечно, прекрасен, если можно назвать таким словом замысел Божий о спасении души, не включает в себя земные блага. Я подразумеваю под этим, что нам надлежит не только веровать и страдать. Бог, помещая человеческую духовную сущность в тело, которое, может быть, отягчено какими-то страстями и болезнями, наследственным предрасположением, никогда не ошибается, потому что это то, что мы должны победить в своей жизни. Обстоятельства, которые в нашей жизни случаются, за которые нам должно благодарить Бога, они во благо, а не на зло, чтобы дать будущность и надежду. И содействуют нам ко благу. Но при условии, если мы любим Бога и призваны по Его соизволению, любить Бога значит быть послушным Его заповедям, не отчувственное. Важно понять, что Евангелие и сущность христианства, оно не лишает нас права на подвиг веры. То есть мы будем также проходить какие-то, может быть, непростые моменты жизни, хотя в некоторых или от некоторых мы можем быть избавлены. Но страдания, они общны для всех людей. Страдания являются уделом всякого человека, живущего на земле. И вот в этом и показывается и открывается разница между любящим Бога и нелюбящим, между служащим и неслужащим, между верящим Ему и неверящим, между доверяющим Ему и недоверяющим. Страдания не становятся способными разрушить человека, разрушить его не только психически, но разрушить духовно, отвратить от Бога того человека, который всей своей жизнью вопрошает Христа, обращается к Нему. Поэтому мы должны понять, что обещание чудесного плана может пониматься людьми именно в плотском, в земном выражении. Человек будет разочарован, когда увидит, что он имеет общие трудности со всеми живущими людьми на этой земле. Мы должны это понять. Но если мы попадаем в такие ситуации, которые являются испытанием для нашей жизни, может быть, которые кажутся нерадостными, но печальными, то нам нужно вести и научиться себе правильно. Состояние души своей хранить таким, чтобы, выйдя оттуда наученные, мы действительно обрели мирный плод праведности. Брат Игорь, за последние два десятилетия на территории бывшего Советского Союза, в России, на Украине, Белоруссии, может быть, Казахстане и других бывших республиках Союза, очень успешно, очень много звучало проповедей о прекрасном Божьем плане для человека, что, я имею в виду на этой земле, что привлекало огромные толпы слушателей, огромные толпы посетителей церквей. Но, насколько я знаю из моего практического опыта, я проживал долгое время в городе Киеве, на Украине, где проповеди с подобным посланием звучали и, возможно, звучат очень часто. Очень многие люди покинули церкви, будучи разочарованными теми результатами, которые они увидели в своей жизни по прошествии времени, когда те житейские проблемы, трудности, неразрешенные, словно узлы, стягивающие душу и сердце, оставались в человеке. И очень многие люди покинули церкви, разочарованные, обиженные на Бога, обиженные на христианство. Возможно, кто-то из этих людей, он слышит нас сегодня. Что бы вы могли сказать такому человеку, таким людям, как служитель Божий? Я бы хотел сказать, чтобы они все-таки не отчаивались, потому что действительно были перепутаны определения или приоритеты, как мы говорим. Да, Бог имеет план для нашей жизни, и, я думаю, чудесный. Ибо сказано, что намерения Божьи во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Но сущность этого плана была изменена, потому что ценности были предложены именно земные. Дело в том, что я знаю совершенно разных христиан в плане своего жизненного устройства и достатка. Но всех их объединяет одно. Каждый в своем положении может иметь глубокие убеждения и осознание, что он послание Христа. И, конечно, мне хочется сейчас вернуться к тому, что мы говорили о тех страдальцах, о тех людях, которые разочаровались, отошли. И, наверное, это сочетается с той мыслью, когда я говорил, почему люди отходят от церкви или уходят, потому что видят в ней недостатки. Но кто-то остается. Так вот, почему остаются люди в церкви, когда мы осознаем, что церковь – это подобно больнице, госпиталю, ибо нуждаются во враче не здоровые, а больные. И врач наш, целитель Христос, а мы – пациенты, пришедшие к нему. Мы – болящие, мы осознаем свои болезни, духовные болезни, и мы надеемся на исцеление своих духовных недугов. И это единственный мотив веры, братья мои, вот, которые разочаровались. Единственный мотив веры – не устройство жизни, не исцеление и изменение наших обстоятельств. Нам должно с терпением проходить предлежащее нам поприще. Но мы, надеющиеся на исцеление духовных недугов, вот подобное и в церкви, если человек ищет в ней не исцеление души, а чего-то иного, если он не ощутил, вот в самом начале, когда ему проповедовали, и вообще в своей жизни не ощутил страшной поврежденности грехом, которая закрывает от нас небо, то он подвергнется серьезнейшему испытанию в своей жизни. Ведь сначала привлекает нас новизна, привлекают какие-то, может быть, обещания, а потом ко всему привыкаешь, а многое испытываешь и разочаровываешься. Но, как бы мы ни восхищались интересными проповедями, и к этому привыкаем, мы можем радоваться от хорошей музыки, общению с приятными, интересными людьми, мы можем обсуждать с проповедником, с пресвитером на равных важные богословские вопросы, и потом к этому привыкаешь. Хорошо, если привыкаешь, хуже, если разочаровываешься. Но чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться, как говорили мудрые люди. И самая тяжелая форма разочарования вот в людях окружающих обычно, и в том числе и в невзбывшихся обещаниях, в ложных обещаниях, когда люди тебе наобещали чего-то, что не исполнено в твоей жизни. Поэтому, если у нас такое состояние, мы теряем вот это ощущение, действительно переживание сути, для чего мы в церкви. Поэтому истинная вера, она измеряется даже не чистотой посещения богослужений, хотя воцеркленный человек он не может без богослужения, ни количеством прослушанных проповедей, ни количеством действительно умных книг, которые мы можем прочитать дома. Но это стремление наиболее полно воплотить Евангелие в свою жизнь, то есть кто я, где я, с кем я, зачем я. И если верующий не пришел к пониманию своего бессилия перед страстишкой в своем сердце, то значит он не научился призывать Бога постоянно в свою жизнь. Он будет призывать его в финансовую сферу, в телесную сферу, в обстоятельства, в отношения, но он не научился и не научится призывать Бога на помощь себе в борьбе с болезнями души. И если он этому не научится, он разочаруется, будет думать только о земном и оставит церковь. Поэтому все станет привычным, в служителях будет огромное количество недостатков, читать будет скучно и будет казаться, что ты уже все это знаешь. А хуже, как я уже сказал, если ты действительно обманут и перед таким вопросом, и перед таким человеком ставят вопросы, для чего мне это все нужно. Сначала радовало, согревало, а потом ничего нового не слышу, ничего не исполняется. Так вот, люди уходят, но кто может остаться в церкви и быть в ней? Кто же останется? Точно так же, как и в больнице. Те, кто пришел за спасением, кого мучает собственная греховность, кто понял, что кроме видимых внешних грехов в человеке есть неисчислимое множество скрытых духовных болезней, которые сам он излечить не сможет. Останутся те и вернутся те, кто готовы просить помощи у Христа, и они ощутят, поймут и испытают, и получат ее именно в церкви Духом Святым, именно в той церкви, где будет все направлено к духовной жизни. Поэтому, несмотря на то, что много можно получить за пределами, читать книги, слушать проповеди, упражнять себя в различных беседах, как люди говорят, ну, я лучше буду дома верить, но без общения Святого Духа, без единого причастия телу и крови Господним ничего не происходит. Мы не можем понять таинственного действия Святого Духа именно в общении тех людей, которые пришли для спасения своей души и остаются во имя спасения. Кто понимает, что только Бог может сохранять их во спасение. Поэтому я от всего сердца желаю, чтобы те, кто разочаровались, не разочаровывались. Просто вы обманулись в каких-то своих, может быть, мечтах об устройстве земной жизни. Возвращайтесь в церковь, найдите себе такие церкви, где проповедуется Евангелие, где оно не повреждается, где не даются земные обещания, где действительно дается упование на направление, упование на силу Божию, на помощь Божию, основанное, конечно, на Божьей любви и милости. Брат Игорь, я думаю, что очень важно нам будет помолиться за таких людей сейчас. Господи, Боже наш, Владыка наш, милосердный Отец, Господи, Ты знаешь, сколько душ, которые были обмануты, разочарованы, которые не нашли того, к чему влекло их сердце. Но я знаю, Господи, что Ты видишь их среди строптивого и извращенного мира. И те, кто ищут Тебя, ищущие правды, да, брящут. И те, кто, Господи Божий наш, просят у Тебя помощи, поддержки, исцеления души, будут исцелены Твоей любовью и милостью. Я прошу, чтобы Ты проговорил в сердца этих драгоценных Твоих, Господи, детей. И я прошу Тебя, Господи, вновь и вновь, пусть придет, Господи, пробуждение для таких людей, кто были разочарованы, кто были обмануты, Господи, кто были отвергнуты. Ты знаешь, как найти к ним путь. Мы Тебе их и доверяем. И да будет Тебя слава нашему единому премудрому Богу через Иисуса Христа во Святом Духе. Аминь. Дорогие друзья, продолжение беседы с пастором Церкви Примирения из города Санкт-Петербург Игорем Цибой вы сможете услышать в следующей нашей передаче. Радиопередача «Свет жизни» выходит от международной миссии «Бог усмотрит». Миссия «Бог усмотрит» является христианской некоммерческой организацией, которая была создана в 2004 году с целью проповедовать благую весть Евангелия этому миру. Имея большое желание рассказывать людям об Иисусе Христе, мы посещаем много разных городов и стран, везде свидетельствуя о том, кто умер за грехи человечества. В 2005 году в городе Портланд, штат Орегон, был открыт мужской реабилитационный центр, а в 2009 году центр для женщин. Мы работаем с людьми, находящимися в наркотической и алкогольной зависимости или имеющими другие физические и духовные проблемы. Через эту работу мы стали свидетелями того, как многим людям Бог дал новую жизнь. Для того, чтобы получить более детальную информацию о работе «Миссии Бог усмотрит», вы можете посетить нашу страничку в интернете по адресу www.gwprovide.org www.gwprovide.org Присылайте ваше мнение, пожелания и вопросы на адрес нашей электронной почты www.info.gwprovide.org www.gwprovide.org Желаем вам более здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok